Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На поляне был мужской приход, Юрий пришел к Тате, но затем он разочаровался в девушке и теперь присматривается к другим. Евгений перешел к Саше Харитоновой, он сразу ей понравился и на следующий день пара заселилась. Майя Донцова и Ваня Шувагин объявили себя парой. Они отвоевали бывшую комнату Насти Волынец и Богдана Бобрика. Богдан переехал в мужскую спальню, а Настя обиделась и уехала домой. Теперь на проект собирается приехать мама Майи. Она узнала, что дочь заселилась с Ваней и очень этим недовольна. Катя Старикова в официальных новостях Дома-2 приоткрыла тайную завесу. Она рассказала, почему новая участница Саша Головач не отступает от Богдана. Оказывается, Бобрик целовался с Сашей в домике администрации проекта. Поэтому Саша идет на пролом, она уверена, что действительно нравится парню. После приезда Димы Дмитренко в Москву, Ольга Рапуцель отправилась на встречу с ним. Свидетелями встречи были фанаты телепроекта, они встретили пару в торговом центре. Оля провела весь день с Димой и затем они вместе вернулись на поляну, которая встретила их, кстати, очень недружелюбно. Александр Вейс пишет. Дима Рапунцель приехал с Олей Рапунцель на поляну. Мы с парнями его не впускаем в мужскую спальню. Проходной билет в спальню 50 отжиманий, Дима же даже 20 раз не отжался. Андрей Чуев все-таки не успел достроить дома к 1 октября. Он попросил еще месяц на завершение стройки и на отделку. Ира Пинчук поругалась с Ваней Барзиковым, а Мадина Кузаева поругалась со своим молодым человеком Сашей Задойновым. В итоге Ира и Саша ночевали вместе, а сегодня они отправились на свидание. Не удивляйтесь, пишет Пинчук, но я в паре с Сашей. Ваня Барзиков тоже не остался один. Рита Керна и Карина Багдасар пытаются помирить пару. Рита пишет, вчера я и Карина переехали на виллу к Ване и поставили условия. Или он возвращает Иру, или мы живем с ним. Катя Кауфман объяснила своим подписчикам свою позицию коллекционера мужчин. Она считает, что ее недопонимают в этом вопросе. Если я коллекционирую мужчин, то это не значит, что я сплю со всеми подряд. Я не сплю с кем попало, я сплю только с теми, кто мне нравится и кто смог меня заинтересовать. Не меня выбирают, а я выбираю. Возможно, я веду себя распутно и легкомысленно, но по крайней мере я честна с окружающими и прежде всего с самой собой. Бывший участник проекта Александр Моисеев женился. Его невесту зовут Юля. И мы счастливы, подписал фотографии Александр. Вика Романец обманула владелицу шоурума. Владелица одного онлайн-магазина обратилась к Вике и за 25 тысяч рублей Романец должна была опубликовать в своем блоге рекламные поста шоуруме. Вика получила две вещи, платья за 2 500 и куртку такой же стоимости. Но получив вещи и деньги, Романец просто перестала выходить на связь. С Романец уже были такие случаи, тогда за нее деньги возвращал ее бойфренд Черкасов. Элла Суханова встретилась с другими бывшими участницами телепроекта. Обсуждаем коллективный камбэк, пишет Элла. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.